Здравствуйте, уважаемые студенты! Я являюсь ассистентом кафедры детской стоматологии. Тема нашей сегодняшней презентации – это отбеливание зубов. Отбеливание зубов – это химический процесс окисления, при котором происходит изменение цвета эмали и дентина от темного до светлого. Показания к отбеливанию зубов. Первый – это цвет зубов по шкале ВИТА А2 и темнее. Возрастные изменения цвета зубов. Тетрациклиновые зубы. Системная гипоплазия эмали – легкую степень тяжести. Местная гипоплазия эмали – легкую степень тяжести. Штриховая питнистая форма флюороза. Измененные в цвете депульпированные зубы. Измененный цвет зубов в результате травмы. Противпоказания к отбеливанию зубов. Возраст пациентов до 16-18 лет. Беременность и кормление грудью. Наличие аллергический реактивно отбеливающий препарат. Временные зубы. Крупная пульпарная камера зуба. Так как проникновение отбеливателя близко к пульпе зуба может вызвать пульпит. Наличие эрозии эмали. Низкая и очень низкая резидентность эмали. Убыль эмали в результате патологической или возрастной стираемости зубов. Глубокие трещины на поверхности эмали. Наличие обнаженных шеек зубов. Клиновидных дефектов. В процессе ортодонтического лечения. Нессонированная полость рта. Вторичный корид. Воспалительные заболевания парадонта в стадии обострения. Методы отбеливания бывают домашние, комбинированные и профессиональные. Как для домашнего отбеливания зубов, так и для профессионального отбеливания применяются средства на основе перекиси водорода и карбамида. Только для проведения домашнего отбеливания перекиси водорода применяются в концентрации от 3 до 6%, а карбамид от 10 до 22%. Для проведения профессионального отбеливания перекиси водорода применяются в концентрации от 15 до 38%, а карбамид от 30 до 35%. Домашнее отбеливание – это отбеливание низкоконцентрированными препаратами перекиси водорода или перекиси карбамида. Домашнее отбеливание можно проводить с помощью отбеливающих гелий и отбеливающих полосок. Профессиональное отбеливание – отбеливание высококонцентрированными препаратами перекиси водорода или карбамида. Наружное профессиональное отбеливание – это когда отбеливающий гель наносится на вестибулярные поверхность зуба. Внутреннее – это внутриканальное. Профессиональное отбеливание – это когда отбеливатель вносится в полость депульпированного зуба. Смешанное отбеливание, комбинированное профессионального и домашнего отбеливания зубов. Механизм действия отбеливающих гелей. Механизм действия отбеливающих систем на основе перекисленных соединений основан на эффекте выделения свободных радикалов, кислорода или перекисыводорода, которые проникают в дентин и эмаль, вызывая окислительное расщепление пигментов. Если для отбеливания применяется перекись карбамид, то при ее активации выделяется мочевина и перекись водорода. Мочевина повышает проницаемость эмали и улучшает проникновение активного кислорода в твердой ткани зуба. Домашнее отбеливание препарата для домашнего отбеливания – это растворы, активным компонентом которых является перекись карбамид, раствор 10% перикс карбамида с карбополом, праксигел, рембрангель, ультралайф, апаллиссенс, найтвайт, экзель, 3З. Апаллиссенс 3SWIPE Супрем заполненный гелем каппы для домашнего отбеливания. Апаллиссенс 10% пер, 15% и 20% отбеливающий гели на основе перикс карбамида. Содержащие нитрот калия и фторит натрия. Применяются в каппах. Наличие 20% воды в геле помогает предупредить обезбоживание и повторное потемнение зубов. Вязкий состав обеспечивает отличное прилегание к каппе. Зубная паста Апаллиссенс 2SWIERING TOOT PAST необходима для поддержания максимального эффекта отбеливания. Методика проведения домашнего отбеливания. До начала отбеливания проводится профессиональная гена полости рта, определяет исходный цвет зубов. Перед проведением отбеливания необходима чистка зубов пастой с кальцием или гидроксиапатитом. Наполнение каппы препаратом. Ношение каппы в течение 30 минут 2 раза в день, 3 раза в неделю, в течение 2 недель. Каждая процедура завершается чисткой зубов пастой. Отказ от курения и употребление красящих продуктов в течение 2 недель после отбеливания. Полоски для домашнего отбеливания. Были разработаны отбеливающие полоски Blend Blend Med 3D White Luxe, содержащие 5,25% перекись водорода, рассчитанные на 3-недельный курс, который самостоятельно используется пациентам в домашних условиях. Полоски Blend Med 3D White Luxe отбеливают только зубную поверхность и не предназначены для отбеливания пломб, виниров, мостов, коронок и зубных протезов. Процедура отбеливания рассчитана на 14 дней. Эффект осветления зубной поверхности может сохраняться до 12 месяцев при соответствующем поддержании полученного результата благодаря отбеливающим пастам и ополаскивателям. Отбеливающие полоски хорошо прилегают к поверхности зубов, а также без усилий снимаются. Методика проведения. До начала отбеливания проводится профессиональная гена полости рта, определяет исходный цвет зубов. Перед проведением отбеливания необходима чистка зубов пастой с кальцием или гидроксиапатитом. Высушивание гладких поверхностей зубов ватными валиками, отделение полоски от несущей матрицы. Прикрепление полосок вначале к вестибулярной поверхности зубов верхней и нижней челюсти, затем корально. Применение полосок в течение 1 часа в день. Каждая процедура завершается чисткой зубов. Курс лечения 14 дней. Отказ от курения и употребление красивых продуктов в течение 2 недель после отбеливания. Профессиональное отбеливание – это средства Dentalite Plus, Apollosense Quick, Apollosense Extra, Apollosense Extra Boost, Apollo Secret In-Office Whiting Kit, Rembrandt Extra Comfort и Zoom Chairside Whiting Procedure 3. Для профессионального отбеливания зубов применяется система отбеливания Zoom, активируемая ксеноновой лампой Zoom. Профессиональная система Zoom представлена гелем, содержащим 25% перекиси водорода, активируемой ксеноновой металлогалоидной лампой Zoom, излучающей свет в диапазоне 350-400 мм. Пациенту перед началом процедуры обязательно надевают защитные очки, ретрактор для щёк и защитные салфетки. Для защиты мягких тканей используют Liquid Dental Dental Dome, жидкий кофердам. Для достижения отбеливающего эффекта необходима одна процедура. Методика проведения. Проведение профессиональной гигиены полости рта за 2 недели до лечения. Проведение индивидуальной чистки зубов перед процедурой отбеливания. установка ретрактора для щелка со специальной защитной салфеткой, определение исходного цвета зубов, на губы пациента следует нанести тонкий слой защитного крема, нанесение фотополимеризуемой смолы, прицепить кафердан на шейке зубов по маргинальным краю дёсен и десневые сосочки для защиты мягких тканей полустирта. Приготовление геля зум непосредственно перед процедурой, применение светонаправляющих ограничителей, нанесение препарата на зубы и активация ультрафиолетовым источником света в течение 20 минут. Тщательное удаление геля водой. Этапы с 9 по 10 повторяются 3 раза в одном потещении. После удаления последней порции геля пациент должен прополоскать полустирта водой. Определяется полученный цвет зубов. Для достижения отбеливающего эффекта проводится одна процедура. Отбеливание депульпированных зубов. Внутриканальное отбеливание. Для отбеливания депульпированных зубов используется 35% перикс-водорода, смесь 35% перикс-водорода и натрия пербората, а также отбеливающие системы Apollo Secret, Rembrandt Extra Comfort и Endoperox или другие препараты для профессионального отбеливания. Схема применения 35% перикс-водорода. Проверить качество пломбирования каналов. Удалить старую пломбу. Устья каналов закрыть стеклоиноменным цементом. Полость зубов в течение 30 секунд протрабить ортофосфорной кислотой. Дно и стенки полости обработать 35% перикс-водорода. Оставить на дне полости смочен 35% раствора перикси и отзятый ватный шарик. Запломбировать полость зубов временным цементом. Этапы со 2 по 7 следует повторять 4 раза с интервалом 5 дней. Спасибо за внимание.